Святейший Патриарх Московский Евсея Руси Кирилл возглавил заседание Высшего Церковного Совета. Очередная встреча иерархов Русской Православной Церкви прошла в зале Высшего Церковного Совета Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя в Москве. Со вступительным словом к участникам заседания обратился Святейший Патриарх Кирилл и посвятил свою речь вопросам богословского и религиозного образования, а также взаимоотношениям церкви с наукой и светской школой. К сожалению, уже более 25 лет у нас многие продолжают мыслить об отношениях церкви образования и науки, опираясь на старые идеологические стереотипы, в том числе и те стереотипы, которые были сформированы в нашем общественном сознании декретом об отделении школы от церкви и другими документами и практикой, возникшей из-за революционных событий 1917 года. Вот, не вдаваясь в подробности, мне бы хотелось сказать о том, что сегодня постепенно, но преодолеваются эти стереотипы. Несомненным прогрессом в российском образовании и российской науке, по словам его святейшества, стало признание государством теологии как научной специальности и создание экспертного совета Высшей аттестационной комиссии России по теологии. Это, конечно, прогресс в российском образовании и в российской науке. Школа не может быть инструментом принудительной миссии со стороны какой бы то ни было религиозной традиции, но не должна она быть и закрыта для передачи знаний о религии. Но вот без таких знаний троица Андрея Рублева будет малопонятным символическим изображением, которое для очень многих зрителей будет, созерцателей этого произведения, будет лишена всякого смысла. Патриарх Кирилл подчеркнул, что религия – это составная часть общегуманитарных знаний, без которых не может быть образованного человека. Возьмите историю, общую историю, история нашего российского государства. Все переплетено с религиозным фактором. И если люди не разбираются в этом религиозном факторе, они могут понять в том числе и многого, что произошло в истории. Поэтому всеми возможными силами мы должны содействовать преодолению кризиса гуманитарного знания в нашем обществе и участвовать в разрешении проблем, имеющихся в сфере образования. Недавняя встреча с учеными в Сарове, по словам его святейшества, стала подтверждением того, что в вопросах образования и науки церковь является союзником научного и преподавательского сообщества. Встреча в Сарове произвела на меня очень положительное и глубокое впечатление. И доклады, которые были представлены, особенно дискуссия, которая состоялась, она совершенно ясно высветила общие озабоченности представителей церкви и научного сообщества и общую основу для совместного осмысления того, что происходит сегодня, в том числе и в сфере науки, образования и культуры. Повестка дня заседания включала доклады об исполнении решений Высшего Церковного Совета и Архиерейского Собора и о разработке концепции юбилейных 25-х по счету международных рождественских образовательных чтений. В этом году они будут посвящены осмыслению столетнего исторического периода с 1917 по 2017 годы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!